здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала дамы и господа сегодня хотел бы порассуждать о такой теме как негатив к кладоискателям насколько и в каких случаях он обоснован а в каких случаях речь идет про навязанные стереотипы тем это время от времени всплывает и на форумах и в телевизионных передачах об этом пишут в газетах и так далее можно всего и всякого прочитать и посмотреть вот я и решил немного в этом разобраться негатив в сторону кладоискателей может быть вполне обоснован если кладоискатель нарушает этику копа правила эти нигде не написаны но новичок вполне может о них узнать либо от других камрадов либо где-то на ю тубе например в комментариях под некоторыми видео мол ямки не закапываешь по зеленям ходишь ну и просто дойти до всего сам на основании здравого смысла большинство копорей старается придерживаться этих правил они конечно не заповеди но в целом народ придерживается их даже тогда когда этого никто не видит так какой же негатив в сторону кладоискателей может быть обоснован первое копорь не закапывает ямки пожалуй это первое что узнает новичок закапывай за собой ямки так как основное место поиска это поля то основной негатив здесь от фермеров кому хочется видеть на своей земле лунный пейзаж даже небольшие ямки могут представлять опасность для домашнего скота в ямку может угодить и другой человек большинство копорей ямки закапывают особенно большие они и редко попадаются но из-за отдельных товарищей тень падает на всех а фермер не будет разбираться конкретно и этот копорь изрыл поле или какой-то другой ему проще прогнать любого человека с прибором и лопатой читал много таких случаев у которых бывало и так что приезжали гонять одновременно с милицией и карабином перезаряжая оружие на глазах у самих копорей закончил все благополучно но нервы это треплет одна из историй полностью с вами соглашусь по поводу не закопанных ям порой прям как после установки ураган вот вчера тоже копал на поле подъехал джип двое вышли и направились мою сторону один из них спрашивает вы что тут забыли глупо было бы картошку докапывают какую технику не собрала он не давай на ямке показывать а я ему глаза пошире открыл после меня как ничего и не было он посмотрел и говорит ладно копай дальше как оказалось сам председатель пожаловал вот таким мирным было итог нет ям и какая-то часть вопросов отпадает хождение по посевам если на поле взошли зеленя то копать там уже нельзя даже если она просто засеяно нельзя подготовленное поле можно отличить от просто перепаханного в основном по ровным бороздкам но если у вас опыта не так много попробуйте и холмик бороздки немного снять и если есть зерно значит точно засеяно некоторые говорят мол какой тут ущерб от меня будет никакого потому и похожу здесь скорее речь не про ущерб а про уважение к чужому труду каким бы вкусным место вам не казалось лучше найти другое это для нас земля хобби а фермер ей живет поэтому непрошенных гостей на засеянном поле не ждут уберут урожай вот тогда спокойно можешь прийти никому и в голову не придет гонять с убранного поля если там конечно нет вражды история у нас рядом есть колхоз там молодой парень агроном он часто по полям ездить он гоняет тех кто копает на озимых или на клевере но полицию не приглашает если не бычить тут не копаетесь пока не уберут а вон там пожалуйста с ним случай был два соседних поля одно точно убрали вспаханного на соседнем озимые мы все в теме и копаемся только на вспаханном человек пять собралось приехали двое незнакомых на мопедах мы их предупредили про порядке они сказали что им по барабану ладно приехал агроном это же стал их мирно гнать что они ему сказали мы не слышали метров 100 от них было но он уехал через полчаса приехали милиционеры на бобики ребят покидали в кузов на раз вместе с приборами мопеды так и остались валяться на поле мы чуть животы не надорвали что с ними было не знаем ребята были незнакомые мопедов на следующий день на поле не было 3 выкопанный мусор здесь речь опять также про поля пока всяческие железки в земле вреда техники они не наносит а вот если их выкопать и оставить на поверхности то они могут повредить сельхоз оборудование поэтому если копаете на полях крупные средние железки надо за собой убирать хотя бы на обочину где они не несут вреда тракторам по-хорошему конечно и мелкое железо надо убирать но иногда его попадается довольно много и выкопать все и убрать за собой возможности нет но крупные на поверхности лучше не оставлять история в этом году гоняли на разведку под муру остановились на одном поле свеже разбороненном только вышли подъехал трактор вылез дядька начал говорить я сейчас ваши номера перепишу в милицию сдам и так далее правда без мата и мол хобби ваше запрещено законом и вообще я ему уж говорю делать это переписывай вот только как бы запрещено памятники долбить и поселение а пройтись вдоль озера не запрещено слукавил конечно малек ну пусть дядька так и думает дядька вроде успокоился начал говорить что ему в принципе все равно но вы надоели лемехов нароете и в землю понавтыкаете а у нас потом косилки вылетают и вообще мы сейчас сеять будем не мешаете ну думаю да бог с ним сели да уехали четвертое поджоги некоторые кладоискатели специально поджигают траву на урочищах полях и так далее чтобы было легче искать у меня и у самого были такие соблазны но я сдержался огонь штука опасная и непредсказуемое может пойти в лес а оттуда к жилым домам это надо иметь ввиду насколько пожары наносят вред просыпающейся природе я не знаю думаю кроме и клещей там и гнезда птиц горят но огонь и опасность синонимы если люди в начале видят пожар а потом людей которые приезжают туда и так из года в год они складывают дважды два и делают выводы и потом колгоискатели уже прочно с ассоциируются с опасностью хотя сами фермеры тоже жгут траву но не на лесных урочищах обычно вот несколько описанных случаев знаю одного фермера копателя совмещает куб и сельское хозяйство так вот он принципиально ямки не закапывает мы копаем в одном с ним районе однажды смотрю кто-то траву жжет впритык к крайним домам села я прыг на велик и туда подъезжаю оказывается это он с сыном подожгли поле чтоб там поискать тут же на меня две его собаки накинулись конструктивного диалога не получилось если он живет в этом селе то считает себя полным хозяином и плевать он на всех хотел у меня такой же случай был машину перегородил уаз и на моё здравствуйте получил ответ кто такие ну типа чей холоп будешь и начались наезды что мол тут мы забыли и чё нам тут надо ой как хотелось по морде двинуть но после переговоров оказалось что зуб держит на копырей которые выжигают урочище дта что лес горит вот и не любит кладоискателей немного погавков уазик свалил но осадочек остался 5 есть отдельные товарищи которые ищут на кладбищах понимание у большинства копырей эти товарищей не находят но местные люди завидев фигуру с лопатой и металлоискателем на деревенском погосте вполне справедливо испытывают негодование и попытаются такого персонажа прогнать для большинства людей кладбище это сакральное место и ходить там с металлоискателем не самая лучшая идея надо просто держаться в стороне от таких мест шестое коп на окрах акр под ним я понимаю объект нанесенный на археологическую карту на котором нельзя копать вообще не имея открытого листа копать так и так нельзя но это как с дорожной разметкой сплошная нельзя двойная сплошная строго-настрого нельзя часто сами или копыря не знают что они копают на таком объекте я часто езжу на охоту мимо одного такого объекта и постоянно вижу там копырей которые в летнее время чаще всего занимаются шурфом иногда разговариваем никто вообще не в курсе что это какой-то объект и лучше от него держаться подальше здесь скорее негатив будет от археологов разрушают памятники мое мнение таково знать такие объекты нужно а копать на них нельзя там даже банально делать нечего по таким местам за десятилетия копа не был только ленивый да и памятники надо оставить археологам это их забота если почитать блоги всяких злых археологов они там выставляют фотографию и описание не как кто-то просто в поле ямки сделал а следы пока пушек на акрах и это их очень сильно и обоснованно залит седьмое конфликты с местными у нас их практически не было только один раз на лесной тропинке столкнулись с полоумной алкоголичкой которые судя по всему воровал электричество мол что тут в моем лесу делаете а мы в этом лесу фундаменты нашли не копанные но они стали скандалить просто ушли а так мы не ходим обычно рядом с жилыми на чужие огороды не заходим и конфликтом просто не откуда взяться но я читал про конфликты гоняют копырей чаще всего любой конфликт можно разрешить миром и я сторонник такого подхода но иногда лучше просто уйти времена неспокойные скажут мол какой-то диверсант ходит объясняйся потом история подъехал мужик на ниве и стал высказывать что это земля его предков и тем что я копаю я оскверняю память этих самых предков препираться с ним не стал свалил от греха может больной какой-нибудь псих теперь немного о стереотипах почти все стереотипы сформированы людьми далекими от мира кладоискательства отдельные случаи которые конечно случаются растянули на всех сразу у тех кто этим занимается а это в основном телевидении есть и выход на массовую аудиторию а этой аудитории от репортажа не нужны детали и понимание как она обстоит на самом деле ей нужны эмоции и лучше всего с негативным окрасом работники и сми это знают и дают зрителю то что он хочет первый стереотип любой кладоискатель это черный копатель термин черный копатель можно обсуждать но обычно под этим подразумевается то что человек копает курганы выкапывают оружие и так далее в общем что-то такое алчное и беспринципное на самом деле большая часть копырей обходит курганы и оружие дальней стороной предпочитая пашни старые дороги и деревни конечно встречаются любители курганов и оружия но это отдельные случаи и по ним нельзя судить о обо всех кладоискателях есть разные мифы о копыря один из них любой человек с металлоискателем сильно обогащаются на этом деле купил и сразу пошло золото он там ходит наше золото находит с распространением этого мифа сильно постаралась телевидение и некоторые камрады которым надо создавать нишу и продавать приборы так что имеем что имеем и я с таким сталкивался первый вопрос сколько золото нашел нисколько наверное у тебя прибор слабенький здесь в полях деды говорят барин ехал карета опрокинулась и из-за сундука золото высыпалась я вот наверное куплю себе прибор и найду все но потом как-нибудь вы просто искать не умеете и вот отношения они копают наше золото она есть то что времена когда на копе можно было поднять какие-то деньги которые окупят и время и бензин и приборы давно прошли люди не задумываются сейчас если и можно что-то заработать с металлоискателем то на чермете скорее всего а по старине ну только если повезет и человек занимается этим делом серьезно вкладывает и время и ресурсы то есть это уже и не хобби получается а собственное дело со своим обучением стартовым капиталом и так далее только и п и юридическое лицо открывать не нужно ну или это не вопрос о том чтобы продавать страждущим металлоискатели третий стереотип наверное относится ко многим видам хобби которые связаны и с материальными затратами и личном времени с ним я тоже сталкивался коротко говоря все эти копыря бездельники вместо того чтобы заниматься полезными делами они все бродят по своим лесам полям а могли бы конечно приносить пользу кому обычно не говорят ну а чаще всего подразумевается что говорящему или даже просто своей семье мол чем идти в поле сходи куда-нибудь семьей потрать время на них все одно больше пользы будет не ходи на рыбалку зачем она тебе сходи с семьей кино посмотреть на дачу съездите и так далее все это конечно очень хорошие советы но каждый распоряжается своим временем так как ему удобно и интересно чужие советы здесь неуместны хобби это не потеря общественно полезного времени а возможность человеку отвлечься прийти в себя развиваться в каком-то своем направлении это неотъемлемая часть жизни без которой это самая жизнь будет очень пресный четвертый стереотип скорее ближе к самому миру кладоискателей его можно назвать разочаровавшиеся ну и некоторые части у людей не вовлеченных он тоже пересекается мол достаточно взять его руки металлоискатель и лопату и все приключение как у индиана джонса тебе обеспечены просто непрерывным потоком и когда человек сталкивается с современными реалиями что большинство мест по выбито надо приложить гораздо больше усилий чтобы найти что-то то его постигает разочарование мол какой же это веселье если мне приходится так трудиться часто люди переключаются на что-то еще но иногда не считают своим долгом рассказать всем насколько коп это неинтересное и скучное занятие не идите туда я попробовал и мне не понравилось также не понравится и вам а каждый кто получает удовольствие от всего процесса в целом они либо куплены магазинами для рекламы либо просто ненормальные и такие люди есть в любом хобби это нормальная ситуация но некоторые негатив они создают в целом можно сказать что есть ситуации которые создают общий негатив он обоснован чтобы избежать этого достаточно просто поступать так как велит здравый смысл закапывать за собой ямки не ходить по посевам и чужим огородам не жечь сухую траву убирать за собой мусор тогда этого негатива и не будет но никогда и не будет такого чтобы все без исключения придерживались этих правил и кто-то все равно да нарушат есть стереотипы которые создают искаженный образ кладоискателя они основаны на каких-то частных случаях но переносится на всех что также является негативным но распространенным и если с нарушением копарской этики можно бороться хотя бы на уровне общего осуждения за замеченных случаев то стереотипы удивительно живучий и бороться с ними можно только показывая как обстоят дела на самом деле не в частных а в общих случаях спасибо что досмотрели до конца с вами был одинокий копырь всем удачи и пока